МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за попадания снарядов разрушены жилые дома. В первые половины дня в Донецке сохраняется спокойная обстановка. Ведутся восстановительные работы на электрических сетях. Уже возобновлено энергоснабжение 16 трансформаторных подстанций в Куйбышевском и Киевском районах. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Соединенные Штаты осуждают обстрел школы в Донецке, жертвами которого стали двое детей. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Соединенные Штаты призывают к расследованию этого преступления и наказанию виновных. Напомним, 5 ноября в Куйбышевском районе Донецка террористы обстреляли школу номер 63. Погибли двое детей, еще шестеро получили ранения. Исходя из повреждения ограды стадиона, где разорвался снаряд, специалисты прочертили траекторию его полета. Получается, что стреляли со стороны Макеевки. Этот населенный пункт находится под контролем террористов. Еще один снаряд попал на территорию школы, на этот раз в городе Горная Луганской области. Как сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Маскаль, утром боевики начали обстрел со стороны Первомайска. Они осуществили более 30 выстрелов из артиллерии. При этом разрушили три частных дома. Один снаряд попал на школьный двор. К счастью, в это время детей там не было, они на каникулах. Кроме Горного, террористы обстреляли город Золотое Попаснинского района, село Крымское Новоайдаровского района, село Ольховое и Старый Айдар Станично-Луганского района. Из-за боевых действий значительная часть Луганска и некоторые города области остались без электроэнергии. В частности, Кировск, Первомайск, Стаханов, Брянка и Алчевск. Все они находятся на территории подконтрольной террористом ЛНР. В районе автодороги Бахмутка, вблизи Кировска, из-за интенсивных боев повреждены линии электропередач. Отремонтировать их в ближайшее время невозможно из-за боевых действий. В Донецке, Снежном и Макеевке боевики распространяют информацию о скором наступлении российско-террористических войск. Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление». По их данным, в Петровском районе террористы подтягивают на передний край тяжелую технику. В других районах оперативного назначения сформированные тактические группы российско-террористических войск уже готовы к активным действиям. Для их поддержки продолжается переброска бронетехники. В частности, в район Первомайска, Веселые горы и Трехизбенки, а также в направлении Попасной и Горского. Сводная артиллерийская группа подтянута также к станице Луганской. В частности, вчера с территории России в направлении города Красный Луч Луганской области зафиксировано перемещение военной техники. 32 танка, 16 гаубиц Д-30 и 30 камазов с боеприпасами и живой силой. Также с территории Российской Федерации в Украину через населенный пункт Изварина вчера зашла колонна грозовиков, среди которых зафиксированы три передвижные радиолокационные станции. На Донбассе активно обустраивают вторую и третью линии обороны. Они определены Генштабом и утверждены главой государства. Первый рубеж проходит по линии фронта. В последнее время в зоне АТО активизировались боевые действия. Каждые сутки позиции украинских силовиков и населенные пункты силовики обстреливают из минометов и градов десятки раз. Люди хотят, чтобы мы оставались и очень просят, чтобы мы не покидали эти места. Потому что знают о том, что происходит буквально в 20 километрах впереди. Для них это неспокойно. Если вооруженные силы войдут, то начнется то, что в тех населенных пунктах, где сейчас находятся подразделения боевиков Донецкой Народной Республики. Террористы на Донбассе запрещают пенсионерам получать украинскую пенсию. Об этом сообщают в партии пенсионеров Украины, ссылаясь на жителей Краснодонского района Луганской области. Боевики не выпускают людей на подконтрольные украинские районы, желающих переоформить пенсии. Свои действия террористы мотивируют тем, что из пенсии вычитается налог на проведение АТО. Таких пенсионеров боевики называют врагами ЛНР. Почтовое отделение Украины на освобожденных от террористов территориях сейчас обеспечены необходимыми средствами для выплаты пенсии в этом месяце вплоть до 7 ноября. Банковские учреждения вплоть до 5 ноября. Об этом сообщили в СНБУ. Адвокаты Надежды Савченко намерены освободить свою подзащитную от уголовной ответственности в России. Защита будет добиваться для нее статуса военнопленной. Об этом заявил адвокат Марк Фейгин. Сегодня суд приобщил к делу Надежды Савченко доказательства ее невиновности. По словам Фейгина, адвокатские опросы Синяковского и других теперь являются материалами уголовного дела. Напомню, сегодня Надежду Савченко впервые после этапирования доставили в Басманный суд Москвы. В зал ее ввели под конвоем из 10 полицейских, вооруженных пистолетами и пистолетами-пулеметами «Кедр». Защита стоит на прежней позиции. Надежда Савченко невиновна. Непричастная к гибели журналистов была похищена и не может быть судима в России. Польские спецслужбы фиксируют высокую активность российской разведки в стране. Об этом заявил председатель агентства внутренней безопасности Польши Дарюш Лучак на заседании парламентского комитета по делам спецслужб. Активность российских спецслужб на территории Польши высока на протяжении последних нескольких лет. Причин для паники нет. Польская госбезопасность знает свое дело, успокаивают чиновники. Сейчас спецслужбы расследуют несколько дел в отношении лиц, которых подозревают в шпионаже. В 12.30 по киевскому времени Центр избирком возобновил свое заседание и планирует принять уточненные протоколы от четырех округов. Помимо этого, огласит еще 20 депутатов, победивших по одномандатным округам. Напомню, по результатам вчерашнего дня уже было оглашено 129 депутатов, прошедших в парламент восьмого созыва по одномандатным округам. Однако окончательные результаты ЦИК не может подбить из проблем с поступлением данных из 59-го кружкома. Более подробно расскажет наш корреспондент Оксана Опрышко. Она выходит с нами на связи из Центра избиркома. Оксана, здравствуй, тебе слово. Центр избиркома объявил перерыв в заседании до 16.00, а перед этим председатель Центра избиркома Михаил Ахендовский дал кратенький брифинг для представителей средств массовой информации, на котором прояснил информацию и действительно подтвердил опасения по поводу того, что Центр избирком может не успеть вовремя огласить официальные результаты выборов, то есть сделать это до 10 ноября. Главным образом, причиной тому является действительно 59-й округ Донецкой области, из которого у Центра избиркома до сих пор не достает части электронных данных, а главное – оригиналов протоколов. Именно оригинальные документы от округов являются главным основанием для Центра избиркома, главным основанием для установления окончательных результатов выборов. Вот что сказал Михаил Ахендовский. Сегодня, на 12-й день после голосования в Центральной избирательной комиссии до сих пор нет двух протоколов по итогам голосования в этом одномандатном избирательном округе. Совершенно очевидно, что отсутствие протоколов по итогам голосования по общегосударственному многомандатному избирательному округу в пределах одномандатного избирательного округа номер 59 ставит под угрозу возможность своевременного установления результата выборов по общегосударственному округу в целом по Украине. Помимо 59-го округа, проблему с соглашением результатов официально может возникнуть также из-за 30-го округа Днепропетровской области и 50-го округа Донецкой области. Там, напомнено, что избирком обязал провести пересчет по некоторым избирательным участкам, поскольку возникли подозрения по поводу подделки некоторых протоколов. Киевский административный апелляционный и высший административный суд отменили это решение Центризбиркома о пересчете результатов голосования на избирательных участках в этих округах. Впрочем, оставили в силе задачу Центризбиркома, поставленную правоохранителем, проверить подлинность протоколов. Без этого в Центризбиркоме также не собираются объявлять результаты окончательного выбора. Предлагаю послушать Михаила Ахендовского. Мы не планируем устанавливать результаты выборов на основании недостоверных протоколов. Это абсолютно исключается. И так же, как и члены участковой избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, члены центральной избирательной комиссии, также несут криминальную ответственность за установление заведомо недостоверных результатов выборов. Мы, безусловно, не будем этого делать. Ну и напоследок скажу, что за полчаса работы на утреннем заседании Центризбирком успел принять уточненные протоколы от нескольких округов. Студия. Спасибо, Оксана. Напомню, с нами на связи из ЦИКа был наш корреспондент Оксана Опрышко. Объем международных резервов Украины на 1 ноября составил 12 млрд 587 млн долларов США в эквиваленте, сообщает Национальный банк Украины. В октябре из резервов были выделены почти 2 млрд долларов для компании «Нафтогаз». Средства направили на выполнение гарантированных государством обязательств по долговым ценам бумага, а также на платежи за поставки газа из Европы. Кроме того, в октябре состоялось плановое погашение государственных долговых обязательств на сумму 641 млн долларов. 233 млн из них – Международному валютному фонду. Чтобы сбалансировать валютный рынок, Национальный банк в октябре активизировал валютные интервенции, продав по единому курсу 985 млн долларов. Еще 200 млн были реализованы на валютном аукционе. 40 млн долларов получило правительство Украины от размещения ОВГЗ в иностранной валюте. Российский рубль продолжает свое падение. Сегодня он обновил новый исторический минимум – 48 рублей за доллар. Евро торгуется по 60. Главной причиной снижения курса российской валюты стало решение Центробанка ограничить объем валютных интервенций. Теперь они не должны превышать 350 млн долларов в день. В октябре уже для поддержания рубля регулятор продавал по 2-3 млрд ежедневно. Кроме того, в России начинается валютная паника. Россияне бросились массово скупать иностранную валюту. На рубль продолжает давить и дешевая нефть. Цены на нефть продолжают падать. Американская легкая нефть марки WTI упала в цене до 77 долларов 70 центов за баррель. Марка Brent торгуется по 82,5 доллара. Российская нефть Юрлс еще дешевле. Черное золото дешевеет из-за ухудшения прогнозов роста мировой экономики и роста предложений от стран экспортеров. В то же время президент России Владимир Путин обвинил мировые державы в нефтяном сговоре против России. Дескать, мотив понятен. Обвал цен на нефть представляет серьезную угрозу для российского бюджета. Ведь на следующий год он сверстан из расчета 96 долларов за баррель. И пока на этом все еще. Увидимся. До встречи.